Алексей Кафанов. «Россия. Путь к победе». Под заголовок. Горбачев, Ельцин, Путин и знак вопроса. Читает автор. Победит Россия или сгинет? Это волнует почти всех. Почему нас? Ясно. Родина. Враги озабочены не меньше, но с обратным знаком. Россия им поперек горла. Они давно пытаются убить ее. Для третьего мира это вопрос выживания. Пусть они о том и не задумываются, в маракасы свои стучат. Ведь даже в нынешнем унижении мы слегка, но сдерживаем аппетиты англосаксов. Полновластие западных хищников планету сгрызет. Погибнет ли наша Родина? Чтобы ответить, надо разобраться, как погиб СССР. Затем понять, что сейчас творится. И, наконец, отыскать выход. Чем и займемся. Но издали. Так надо. Часть первая. Что было? Глава. Кочки досадные. Любимый спорт признанных историков – актерский бег с препятствиями. Не спешно, уверенно чешут они от правды. Далеко оторвались, не догонит. Крылья правде подрезали, и маячит она болезная где-то сзади, в небытии, в забывении. Ведь что научная история лает о России? Тысячу лет назад мы вылезли из болота, хвосты себе обломали кое-как, религию и язык дали нам греки, князей скандинавы, и лишь с тех пор тужимся быть похожими на людей, во всем отстаем, бездари криворукие. Гладко, удобно для захватчиков. Да вот беда. Лезут отовсюду факты зловредные, которые в эту схемку не впихнуть. Препятствия – кочки на дороге. А историки эти кочки перепрыгивают, будто и не видят. Потому бег с препятствиями. Актерский-то с чего? Сказал ведь. Они притворяются, будто кочек нет. Лицедеи. А факты – вот. Античные греки восхищались загадочной гипербореей. Название условное. Бореей в их пантеоне – бог северного ветра. Гипер означает сверх. Гипертония – лишнее давление. Гипербола – преувеличение. Зачем общеизвестное толдычить вспыхнет кто-то? Увы, не все читатели одинаково грамотны. Итак, гиперборея – сверх северного ветра, то есть дальше него. Крайний север. Сама эта страна называла себя иначе, а вот как – интригующая загадка. Гиперборейцы – мудры и могущественные. Их земляк – сам бог Аполлон, основатель культуры. Современники видели их так. Ни болезни, ни губящая старость не вмешиваются в святой их род. Без мук, без битв, живут они, избежавшие давящие правды немезиды, смелостью дыша. Автор Пиндар, древнегреческий поэт, около 518-го, 442-й год до н.э. В океане, против страны кельтов, находится остров, величиной не меньше Сицилии. Он населен гипербореями, имеет прекрасную плодородную почву, отличается благорастворением воздуха и дважды в год производит плоды. Из всех богов наиболее почитается там Аполлон. Жители его являются как бы жрецами Аполлона, потому что беспрерывно воспевают его в гимнах. Говорят гипербореи на особом языке и очень дружелюбны к Элленам. Сообщают, что с этого острова Луна кажется отстоящей от Земли на весьма незначительное расстояние и имеющей на себе несколько заметных землянам возвышенностей. Рассказывают также, что бог является на остров через каждые 19 лет, в течение которых оканчиваются орбиты движения созвездий. Автор Геккатей Абдерский, древнегреческий историк 4 века до н.э. Здесь находятся петли, на которых вертится мир. Сноска, возможно, речь о полюсе, ведь сквозь него как бы продета ось вращения Земли, то есть мира. Здесь находятся петли, на которых вертится мир и самые дальние края звездных орбит. Гиперборейцы достигают очень преклонного возраста до тысячи лет, полагали современники, моя сноска, и прославлены легендарными чудесами. Поклоняются богам, не ведая распри и обид. Умирают они только когда насытились жизнью, задав пир и умастив свою старость драгоценными мазями, бросаются со скалы в море. О, блаженнейший вид погребения! Сомневаться в существовании этого народа нельзя! Автор Плиний Старший, римский политик, писатель и историк, около 23-го, 79-е годы н.э. Погиб от извержения Везувия. Что древние авторы разумели под окончанием орбит и петлями, надобно расшифровывать, однако реальность Гипербореи для них бесспорна. Признанные же историки обозвали ее мифом. Современникам верить или толкователям спустя 2000 лет? Решайте сами. Для меня современники почему-то достовернее. Итак, крайний север. Смотрим карту. Что много выше Греции? Кольский полуостров и Скандинавия. Сноска, точнее, Фенноскандия, куда кроме Норвегии и Швеции входит и Финляндия. Гиперборея где-то там. А точнее, ищем в других источниках. Кроме Эллинов и Римлян, слыхал кто-нибудь о полярной стране? А как же? Индийские веды вспоминают ночь и день по полгода, замерзающее море, пламя небесное, северное сияние. Можно такое выдумать. Да не в жизнь. Так что вот вам факт. Авторы вед из-за полярья пришли в Индию и отворили местным тайны бытия. Это независимое подтверждение реальности полярной сверхцивилизации. Но кто жил там? Предки норвежцев или шведов, предположите вы? Возможно. Роем дальше. Ученые знают, что все евразийцы произошли от праиндоевропейского народа, с языком, близким к санскриту. Знают давно. Уже в середине 19 века сказано кудряво, но точно. Наука дает языку санскритскому первое место в семье индоевропейской, ибо он, сохранив в органической целости свойства, являющиеся рассеянно в прочих ее членах, составляет, так сказать, средоточие всей этой семьи. С тех пор ученые не передумали. Чудно. Санскрит сохранился в Индии, значит, там и общий предок, скажете вы. А вот и нет. Дело в том, что к санскриту необычайно близок русский язык. Индийский лингвист Дурга Прасад Шастри в 960-е приехал в СССР и отпустил переводчика. Он понимал нас благодаря знанию древнего санскрита. Сноска. Первый источник этой информации – доктор исторических наук Н.Р. Гусева. Скептики уверяют, что сведений о лингвисте Д.П. Шастри нигде больше нет, и доктор наук врет. Не могу этого исключить, ибо слепо верить нельзя никому, особенно профессиональным историкам. Но, возможно, и иное. Такой лингвист настолько вреден гладкой теории, что его постарались из научного оборота убрать. В любом случае, реален Шастри или нет, русский язык с санскритом и вправду поразительно схож. Возвращаясь к своему тексту. Индийский лингвист Дурга Прасад Шастри приехал в СССР и отпустил переводчика. Он понимал нас благодаря знанию древнего санскрита. И позже заявил, если бы меня спросили, какие два языка мира больше всего похожи друг на друга, я ответил бы без колебаний – русский и санскрит. В этих языках не только сотни общих корней, но и общий синтаксис. Вот лишь один пример, чтоб не загромождать. На санскрите 234 звучит как «двишата тридаса чатвари». Со скандинавскими языками такого сходства не наблюдается. По-норвежски тоже число. Ну что ж, склеим факты. Первое. Древнейший народ Евразии говорил на санскрите. Второе. На санскрите говорит Россия, особенно ее север, диалекты Архангельской и Вологодской областей. Третье. Индийские веды вспоминают глубокую древность за полярным кругом. Ясно, к чему гну. Плиний-старший писал о том же. За тафрами вглубь материка живут аухеты, в чьей земле начинается гипанис, и невры, у них борисфен. Гелоны, тессагеты, будины, царские скифы, кочевники, савроматы и эсседоны. По берегу же Танаиса – меоты, от них название Меотийского озера. За ними живут аримаспы. Потом Репейские горы и область под названием Птерофорос. Так ее зовут по причине непрерывно идущего там снега в виде перьев. За Репейскими горами живет блаженный народ гипербореев. Для них солнце каждый год восходит однажды в день летнего солнцестояния и заходит однажды в день зимнего солнцестояния. Конец цитаты. Прорвались сквозь словеса, дух перевели? Тарабарщина какая-то. Что ж, переведу с птичьего на русский. Тафры – это тавры, жители Тавриды, то есть Крыма. А у хеты – скифское племя. Сноска. Ученые спорят о происхождении скифов, но сошлись на том, что это были голубоглазые блондины с гаплогруппой R1A, присущей индийским брахманам, русским и еще некоторым восточнославянским народам. Судите сами, чужды ли они нам. Гипанис – это река, Кубань или Южный Бук. Невры жили на землях нынешних Украины и Белоруссии. Борисфен – это попросту Днепр. Геллоны и Будины – народы с неясной ученым локализацией, возможно, в районе Саратова. Киссагеты жили севернее их. Царские скифы были оседлы и главенствовали над прочими скифами. Савраматы – это сарматы из степей по Волжье. Сноска сарматов считают предками осетин, русских казаков и польской шляхты. Савраматы – это сарматы из степей по Волжья. Эсседоны жили на Среднем Урале. Река Танаис – это либо Дон, либо Северский Донец. Меотийское озеро – Азовское море. Аримаспы – одноглазый народ. Трудно сказать, мифический или тут отражена некая реальность. Репейские – по разным мнениям, либо Уральские горы, либо перпендикулярная им гряда – Северные Увалы, на широте Вологды. В данном контексте второе вероятнее. Возьмите карту и прогуляйтесь по ней вслед за Плинием. Нет, вы возьмите. Лень вредна. Увидите, гиперборейцы жили на Кольском полуострове или выше, на затонувшей впоследствии земле остров размером с Сицилию. Скандинавы тут ни при чем. Они далеко сбоку. Заодно оцените обилие народов в Европейской России. Сноска. Видимо, таких же народов, как нынешние новгородцы, тверичи, питерцы, украинцы. Народ один, разные, лишь точки обитания. Возвращаясь к своему тексту. Заодно оцените обилие народов в Европейской России. Историки мычат, что никого там не было. Предки русских выползли откуда-то лишь в восьмом веке нашей эры. Еще раз. Про-индоевропейцы жили на русском севере. Язык их был прорусский. А потомки, да ныне там же. Это мы с вами. Русский народ, древнейший на планете. Кочка. Целый валун. Бегуну не споткнуться, вслякать, размазаться. Но официальные историки мимо чешут, не замечают, не досуг им. Да нельзя там жить. Там мерзлота. Влепите вы возмущенно. Я отвечу. Сейчас да. Но раньше на русском севере было благорастворение воздуха и два урожая в год. Там найдены даже массы слоновых скелетов. Климат изменился. И наука это давно знает. Да и слово «борей» звучит абсолютно по-русски. Борец с одной измененной буквой. И с измененной ли? Ведь окончание «ей» означало то же, что и «ец», делателя того, что выражено корнем. Бра добрей, злодей, суховей. Северный ветер ассоциируется у вас с борьбой, насилием, сопротивлением. У меня? Да. А как же благорастворение? Даже в теплом климате ледяной ветер неприятен. Ладно. Допустим, веды врут. Геродот врет. Не было гипербории. Но куда сунем Аркаим, господа историки? Урал – сердце России. Третье тысячелетие до нашей эры. Задолго до Гомера. Египет едва зарождался. А на русской земле – город со следами прекрасного знания астрономии и металлургии. Кто в нем жил? Трясу я историков за шкирку. Они зубами скрипят. Помешали нам, гады, затопить этот город хренов водохранилищем, чтоб лишних вопросов не будил. Жил-то кто там? Да уж, конечно, не русские. Не было русских, не было. Мамы и клянемся. Там жили чебурашки с планетой Шипокляк. Историки бессильны выдумать народ, который мог жить на Урале три тысячи лет назад. Но пустить туда наших предков – значит разрушить гладкую теорию. Потому о Баркаиме говорят как можно реже. И костенки замалчивают. Это раскопанное поселение под Воронежем, где 45 тысяч лет назад жили... Хм... Кто бы мог населять Россию за 40 тысяч лет до пирамиды Хеопса? Ее датируют 2540 годом до нашей эры. А, точно, те же чебурашки. Печально. Еще одна кочка – татаро-монгольское иго. Вообще-то татары и монголы – абсолютно разные народы. Между ними пять тысяч километров. С тем же успехом можно выдумать французы чукчей. Но это мелочь. Ответьте, господа, где и когда иноземный захват приводил к политическому и культурному расцвету? Иго прекратило феодальную раздробленность, создало мощное государство, защитило от набегов степи, выстроило налоговую и почтовую системы. При Иге творил Андрей Рублев, величайший художник своего времени. Поищите на его иконах следы порабощения, национального унижения, упадка. Можете лупу взять, не найдете? Вообще-то такие захваты были, а именно русские. Под нашей властью местные народы, как правило, достигали невиданного прежде величия, вставит разумный читатель. Вот именно. Посему, думаем, какой этнос историки обозвали монголо-татарами. Теперь так, навскидку. А. Конная армада от Монголии до Руси попросту не дойдет. Передние сожрут всю траву и задние с голоду сдохнут. Б. Откуда в юртах кочевников мартеновские печи, чтобы массово варить сталь для сабель, стремян и прочего? С каких небес свалились туда тысячи рудознацев, металлургов и кузнецов? В. Как мобилизовать разбредшихся по бескрайней степи пастухов? Ты сперва их отыщи. И как убедить их бросить хозяйство, семьи, весь свой привычный мир и переться черт знает куда, неизвестно зачем? Г. Почему на Западе под именем «татар» изображали людей русской внешности? Д. Почему в русской генетике нет монголоидных признаков? Нас же триста лет насиловали узкоглазые оккупанты. Е. Нет монгольских следов и в русском языке. Тюркских полно, но это другая история. Еще вопросики. Что за Великая Тартария отмечена вместо Российской империи на картах вплоть до конца XVIII века? Отчего Иван Грозный считал европейских королей своими вассалами? Вот кусок его письма шведскому королю Юхану Третьему. Нам, цесарь римский брат, иные великие государи, а тебе, тем братом, назвать из невозможно, потому что Свейская земля тех государств честью ниже. И письмо английской королеве Елизавете. У тебя мимо тебя люди владеют, и не только молюди, но мужики торговые. И о наших, о государских головах и о частях и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица. Обратите внимание, в Англии были наши государские головы, то есть чиновники, чести и земли. Видимо, речь о русской администрации в колонии. Далее. Почему Ломоносов яростно спорил с официальной трактовкой истории? Скачет через все эти вопросы историческая наука, а кизайчик в лесу. Прыг-прыг. Ничего не видим. Русские вылезли из болота тысячу лет назад. Где отмолчаться, но никак не выходит, отбрехиваются. Грозный был идиот. Ломоносов тоже идиот. Ну, флаг вам в руки. Однако, допрыгав до 19 века, они дух переводят облегченно. Тут все более-менее ясно. Не надо постоянно врать. Сноска. Нет, среди дипломированных историков добросовестные есть. Но общий фон печален. Многие догматы, вроде монгольского ига, в научных кругах оспаривать запрещено. И даже честные помалкивают, чтобы статус сохранить. Возвращаюсь к своему тексту. Вот и давайте разберем два последних столетия. Для расчистки жазовалов древней истории нужна отдельная книга. Продолжение следует.